Приветствую вас. Аноним. Как мы видим, из вашего текста вытекает несколько важных моментов. Первый момент это чувство стыда, которое у вас имеет место быть, которое у вас присутствует. Второй момент это чувство раздражения. Или, как можно назвать его по-другому, немножко это чувство подавленной агрессии. Нужно в первую очередь разобраться с тем, как у вас образуется стыд. Что такое стыд? Глава. Потому что в данном случае совершенно очевидно, речь идет о том, что вы некие важные вещи для себя отвергать. Вам чего-то хочется, вы отвергают. Вам что-то нужно, вы отвергают. Это очень важный, очень тревожный момент. Потому что вы подавляете себя таким образом. Сидите с ними, ругаете за что-то, но при этом хотите этого не меньше. То есть вот не меньше хотите того, что... Во-во-во что-то себя, собственно, стыдить. Вот. Поэтому нужно понимать, что... Особого смысла в том, чтобы себя стыдить, нет. И, в общем-то, быть не может. Принцип. Ну, вам, конечно, это не поможет, но вон, что вы будете сюда стыдить, все равно. Я не думаю, не думаю, не думаю. Я не думаю, что... Что вы пересадите это сделать. Ну, тем не менее. То есть, первое, что необходимо, да, это... Разобраться со чувством стыда, который у вас имеется. Второе. Это... Разображение. То есть, окраска. Невозможность... Для себя... Значит... Так расставить... Свои личные границы. Таким образом. Расставить... Расставить свои личные границы. Чтобы вам не было... Плохо. Чтобы вам было... Чтобы вам было комфорт. Идея здесь заключается в том, чтобы вы посмотрели, что конкретно, по вашему мнению, пофигают на вашу свободу, на ваш комфорт и так далее. Потому что очевидно, что... Что-то посыкает на него. Конечно, здесь... Важный вопрос, что именно посыкает. Важный вопрос. Важный вопрос, чем именно разразняет вас, что у вас... Тот же ребенок. Например. То есть, ну, не хочет он заниматься. Ну... И что в этом... Такого... Такого... Ну, не хочет он заниматься. Вы думаете, что... 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 Что вы его... Своим... 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 Крикам... И... Истериками... А... Ааа... Научите... Ааа... Ну... учиться или думаете, что таким образом можно привить ребенку любовь к учебе, то есть вот вы кричите-то вообще с какой целью вообще-то говоря, то есть вы чего хотите вообще-то. Ну это, конечно, такой достаточно важный момент. Ну как вас делает, это тоже очень важно понять, как вас делает то, что ребенок не хочет слышать, что вам не осталось в свободном времени, вы не привыкли, не привыкли, к примеру, ему говорить нет, то есть вот, ну в принципе есть такая вот проблематическая у вас, допустим, вот, или что-то еще, в чем-то еще проблема. То есть это вот то, что нужно разбираться, да, то, на что нужно обратить внимание. А дальше, что еще важно, то, что вы, как можно собственно видеть, да, вы без мужа, я так вот понял, и вполне вероятно, что крестки на мужа вы приносите то, что не высказали, не выразили твоему мужу. Вот. Я, конечно, не знаю, вот, правда это или нет, но выглядит все, по крайней мере, вот, в таком контексте. Вот. Конечно, не хотелось бы подобного, но тем не менее. Ну вот, соответственно, в этих направлениях вам нужно двигаться, на мой взгляд, если хотите решить свои проблемы. Если хотите решить свои, ну, трудности. Если вы действительно хотите этого, они просто написали, вот, чтобы написать все. то есть у вас нет вопросов к нам, к психологам. У вас нет вопросов к специалистам. Вот. Это, конечно, очень, ну, очень, серьезная проблема, что нет вопросов, потому что не совсем ясно, в чем именно, в чем, точнее, именно выглядите. Нашу помощь вам. Вот. Ну, тем не менее. Я надеюсь, что с этим вы разбираетесь. Вот. В тем, какой помощи вы хотите от нас. Вот. На этом все. Наверное, надеюсь, что помог вам. А я желаю вам всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ваша ситуация решится самым лучшим для вас образом. Удачи. Удачи. Удачи.